Доброе утро, друзья! Давайте немножко отвлечемся от Беларуси, России и Украины и посмотрим, что у нас еще кроме этого происходит. Кроме этих трех стран происходит очень интересное событие. Прежде всего, Иран. Там начались очень массовые народные волнения. Район города Исхафан. Очень массовое народное волнение. К сожалению, они ни к чему не приведут, сразу скажу. Но, тем не менее, по-настоящему бои с полицией, бои с стражами исламской революции. Но все это немножко не то, немножко не так. Просто потому, что эти бои просто из-за отсутствия воды. То есть, они не смотрят в корень. Почему у вас нет воды? Да потому, что у вас абсолютно дебильные мулы находятся у власти. Потому, что у вас вот эти шиитские мракобесы находятся у власти. Соответственно, если бы вы их убрали, оставьте себе религию, ради бога. Но зачем же допускать к власти людей абсолютно безграмотных, абсолютно каких-то из 17 века. И, естественно, они завели Иран туда, куда они могли его завести. Пучину какого-то мракобесия. И, как результат, в том числе нету и воды. Нет зарплат, нет жизни, нет ничего. Страна, собственно говоря, погрузилась в такой ужас. Ну, а зато, с другой стороны, они идут по российскому пути. Потому, что вот страна в мракобесии, страна в нищете. Зато при атомной бомбе, вот сейчас они ее там уже почти закончили делать, замечательно. То есть, точно идут по российскому пути. Голый зад и атомная бомба. Следующая страна очень интересная. Это Судан. В Судане сейчас происходит очень серьезное народное волнение. Напомню, месяц назад там произошел военный переворот. А до этого, там полгода назад, даже уже, наверное, около года назад, был другой переворот, когда сняли вечного президента Башира, посадили его в тюрьму. Люди были дико счастливы, люди высыпали на улицу, люди праздновали, радовались. Тому, что там 20- или 30-летнее правление этого Башира подошло к концу. Ну, недолго они порадовались. Буквально через несколько месяцев, после того, как Башира скинули, скинули и новое правительство, гражданское, военное, захватили власть. Но надо отдать должное Суданцев. Вот они, кстати, показали себе самые лучшие стороны. Несмотря на то, что по ним стреляют, и там, вы же прекрасно понимаете, там используют нерезиновые пули, потому что, ну, их просто там нет. Там, если стреляют, там стреляют на поражение. На улицу выходят сотни тысяч людей. Речь идет о Хартуме, Абдурмане, Порт-Судане, самых больших городах. Сотни тысяч людей. Очень много женщин, что удивительно для такой страны мусульманской, казалось бы, вот, не очень свободной, мягко говоря. А оказывается, что женщины там имеют вес. Почему? Потому что вот в толпе просто огромное количество женщин принимают участие в революции против этих военных. И что вы думаете? Гражданское общество, когда оно не боится, когда оно рубится, что называется, в кость, оно добивается. Значит, смотрите, было арестовано все абсолютно правительство этими военными. Но, когда они начали понимать, что восстала просто вся страна, привет белорусам, то они начали давать шаг за шагом назад. Они, например, отпустили сейчас премьер-министра и уже хотят его вернуть к власти. Но, в оставшем этого мало. Они хотят вернуть все правительство к власти. Понятно, что, например, премьер-министр один в окружении военных мало что может, что на него оказывается жесткое давление со стороны этой клики, этой хунты. Привет, белорусы! И народ, собственно говоря, не перестает ни на минуту уходить с улиц. Горят покрышки. Я же говорю, рубка стоит с военными. При том, что военные вооружены и совсем, я же говорю, несли заточивым газом и совсем не резиновыми пулями. И, собственно говоря, молодцы суданцы. Я думаю, они своего добьются, они хунту дожмут. Рано или поздно, учитывая особенно международное давление на эту хунту, они своего добьются просто потому, что они этого хотят. Этого хочет подавляющая часть населения страны. И это народ, это уже не население. Вот судан, снимаю шляпу. Молодцы, красавцы. Я никогда в жизни не думал, что я такое скажу о мусульманской стране. Ну ладно, там Эмираты, да, уважанты, потому что, ну, это понятно. Уровень жизни и все остальное. Но, елки-палки, судан, казалось бы, зачуханный судан. Ага, зачуханный. Кому-то еще за счастье тот судан. Вот. Следующая страна, где происходит конфликт, это страна пограничная с Суданом, это Эфиопия. Ну, там вообще кавардак полный. Центральное правительство, которое до этого довольно жестко контролировало всю страну, в настоящий момент теряет власть. И это печально на самом деле. Там дело в том, что там... Там очень сложная ситуация. Там лет 20 у власти находились такие, знаете, держиморды, большая часть которых была из провинции Тиграй, северная провинция Эфиопии, которая граничит с Эритреей. Вот они, кстати, и вели войну против Эритреи, и они не давали ей независимости. Они очень жестко подавляли народное выступление внутри самой Эфиопии. Их очень хорошо помнит народ. И они вели абсолютно сумасшедшие растаможки для автомобилей. Привет украинцам. Да, то же самое. Чтобы вы понимали, какая там растаможка. Там Lada, копейка, Жигули, там их очень много. Стоит 20 тысяч долларов. А самая зачуханная Toyota Land Cruiser, конченная, разбитая, раздолбанная 200 тысяч долларов. Ну, так, чтобы вы понимали на секундочку, о каких ценах идет речь. То есть, там вот эта верхушка Тиграйская была лет 20 при корыте. Потом, вот последний премьер-министр их оттуда просто попер всех. Попер всех, они в ответ начали организовать свою собственную республику Тиграй, своей провинции. А надо сказать, что Эфиопия в этом плане, например, похожа на Россию. Россия будет разваливаться приблизительно по такому же сценарию. Почему? Потому что у них... Каждая провинция населена другим народом. И у них нету какого-то одного народа, который вот расселился везде. И я представляю, там большинство. Нет, там каждая провинция, это другой какой-то народ. Их там десятки этих народов. Есть большие, есть маленькие. Вот Тиграйцы одни из них, их там, я не знаю, порядка 7 миллионов человек. А страна огромная, там больше 100 миллионов человек. То есть, она больше России. По ВВП я не знаю, ну приблизительно. Короче говоря, можно говорить о России, как о Северной Эфиопии. Таким образом, сначала получилось как? Убрали этих тиграйцев от власти. И они объявили, как говорится, свой халифат отдельный. Центральное правительство пошло туда, разгромило весь этот, все это, так сказать, ЛНР, ДНР местную. Оставило там войска. Надо сказать, что войска, это же Африка. Войска отличались крайней степенью жестокости по отношению к местным населениям. А сами эти тиграйские вооруженные силы, они расползлись по горам, по ущелям, как сейчас силы Масуда в Афганистане. Отсиделись там год, залезали раны. И вот этой весной выползли из укрытий. И, собственно говоря, наваляли, очень серьезно наваляли пиндюлей центральной власти. Освободили, ну, можно сказать, освободили, не освободили, захватили всю эту провинцию местную. И поперли на Одисабебу. И это все, несмотря на то, что подавлять вот этих тиграйцев пытались даже вооруженные силы Эритреи, которые очень хорошо помнят, как тиграйцы были у власти в Эфиопии. И вот они на них, кстати, полезли с другой стороны. Но в результате вот и они получили звездюков и ушли назад в Эритрею. И на сегодняшний день эти тиграйцы объединились еще с несколькими десятками мелких народностей, которые там вокруг находятся, Северная Эфиопия. И все они вместе еще и говорят, что при поддержке Судана, что отрицает суданское правительство, поперли на Одисабебу. Одисабебу они пока что не захватили, но ситуация там крайне неприятная. И чем все закончится, вообще неизвестно. Там идет война и без каких-то просветов, что называется, страна в результате может развалиться. Центральное правительство заявляет, что никакой войны нет, мы это все подавим. Но, честно говоря, мне в это слабо верится. Интересно, что все это усугубляется наличием в Эфиопии огромной ГЭС-кидроэлектростанции, которая перекрыла Нил и против которой активно протестует Египет. Поэтому Египет, например, двумя руками будет за то, чтобы Эфиопию развалить на запчасти. А для нас это все печально еще и потому, что Эфиопия все-таки это страна христианская, пускай не совсем православная, но христианская. И вот такое там происходит. Там больше 60% населения все-таки христиане. Очень жаль, что если это все вдруг развалится, и страна не то, чтобы прекратить существование, а сколько там получится этих мелких государств, с которыми потом вообще невозможно будет договориться, и что при этом будет с Нилом, что при этом будет с этой плотиной, тоже все это непонятно. Вот такие вот у нас сейчас происходят события. И самое интересное еще в Турции. В Турции, я не знаю, кто знает, кто не знает, то же самое, активное выступление оппозиции против правительства, но там другая причина. Чтобы вы понимали, вот еще несколько лет назад лира турецкая по отношению к доллару была, сколько там, меньше 4. Меньше 4. На сегодняшний день почти 14, за 13 зашкалило. Причем активное падение началось от последних нескольких недель. Естественно, потеряв чуть не половину своего дохода, турки в бешенстве высыпали на улицу протестовать против Ардогана. Я не хочу там вмешиваться в турецкие дела и рассказывать, кто из них прав, кто из них виноват, и почему лира, которая была 3,80-3,90, стала вдруг 13,5. Но все это крайне неприятно, и поскольку турецкая член НАТО и непосредственный сосед Украины, хотелось бы, чтобы там все это дело решилось как можно быстрее, потому что такие вещи вообще никуда не годятся. Вот такая вот, видите, небольшая, так сказать, политический ликбез по странам, которые вроде бы не на слуху. Судан, Эфиопия, Иран, они не на слуху, они как бы где-то там на задворку. У нас постоянно на слуху совершенно другие истории, совершенно другие государства. Но вот, как видите, в тех государствах, которые не имеют отношения к первой десятке мировой, тоже происходит интересное событие, и есть что о них послушать, и иногда чему у них поучиться. Посмотрите на Судан.